Здравствуйте! Это новости на канале Антона 7. Я Денис Ионас. Сегодня в выпуске. Географы земли русской. Там, наверное, не будет сложных вопросов, так как она для всех, начиная с 12 лет. Сколько человек написали контрольную на 5? На чемоданах. Это траги фарса современных людях и их проблема. Как новую постановку оценили зрители? Всероссийская премьера. Производители очень медленно, но достаточно уверенно доказывали и показывали нам преимущество устройств 2 в 1. Какую новинку представил мобильный оператор? А также, какие цели поставил президент страны для регионов и в чем причины поражения авангарда? Преодолеть давление внешних факторов на экономику страны и обеспечить высокие темпы ее роста, эффективность и повышение производительности труда. Такие цели поставил президент России Владимир Путин на ежегодном семинаре совещаний, в котором приняли участие главы субъектов федерации, председатели законодательных собраний и мэры крупных городов. Президент отметил, что ситуация на рынке сейчас действительно непростая. Однако неожиданностей не произошло. По его словам, кризисные явления были предсказуемы и для стабилизации ситуации уже принимаются меры. В каждом субъекте федерации нужно также оперативно сформировать свои планы действия в экономике и социальной сфере. Так, как мы с вами делали, со многими здесь присутствующих делали в 2008-2009 годах. Вы помните, тогда в каждом регионе, я просил тогда коллег в регионах сделать это, и это было тогда сделано, были созданы свои планы. И сейчас их нужно тоже сделать. Они должны быть предельно конкретными и прозрачными. Никаких абстрактных рассуждений, никакого популизма. Нужны четкие, измеримые ориентиры и показатели. В планах должны даваться ясные ответы на вопрос, как будут достигаться поставленные цели. И действия не заставили себя ждать. Уже сегодня мэр Омска Вячеслав Двораковский на аппаратном совещании поднял вопрос об оптимизации расходов из бюджета города. При том, что он и без того является дефицитным, сегодня необходимо принять меры по экономии. Речь идет о сокращении затрат, которые производит администрация города Омска. То есть не есть напрямую сокращение какого-то количества людей, или не есть задача на какую-то сумму сократить заработную плату, а именно затраты, которые нужно сократить. Мы ставим задачу сократить их на 10%. То есть здесь эффективное использование ресурсов, которые мы располагаем, эффективная восстановка кадров, соответствующие мотивации материальной и так далее. То есть все это должно быть в течение недели сформировано, и должно быть понятно, где мы на каких участках будем сокращать свои затраты. На каких сферах общественной жизни будут экономить, пока неизвестно. Однако уже ясно, что на организации 64-й выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флорады-2015» это не скажется. В ходе аппаратного совещания журналистам сообщили, что выставка пройдет под девизом «Мой город, мой дом, моя семья». Тему выбрали в связи с 70-летием победы советских войск в Великой Отечественной войне. Она отразит в экспонатах идею патриотизма, любви к родине и Комску. Предложенную концепцию мэр одобрил. Аллея «Слава ветеранов» открылась в 120-й школе, которая находится на улице Менделеева. В фойе на втором этаже теперь разместилась небольшая выставка. Она состоит из портретов. Под каждым небольшая историческая справка о каждом ветеране. Чтобы школьники помнили тех, кто прошел всю войну. Ветеран Афанасий Кухтин скромно проходит мимо своего портрета и разглядывает фото друзей. Старшина роты 11-й гвардейской армии. Афанасий Филиппович воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. За все время сражений трижды был ранен. 23 июня началась артподготовка операции «Багратион». Два часа молотили немцев. Страшно было. Земля трясла, сгудела, ушах звенела. Ничего не разобрать. В 9 часов пошли в атаку. Мы первый день выбили немцев. Если вот первый траншеи. Второй день со второй траншеи. И только к обеду третьего дня мы выгнали со всех траншеистых, укрепленных в позиции. И мы тогда погнали. В фойе школы 13 портретов ветеранов омичей. Многие из них приходили в 120-ю школу встречаться с детьми. Хоть все уже в очень преклонном возрасте, но до сих пор находят силы поучаствовать в мероприятиях Совета ветеранов Советского округа, который и организовал выставку. Создать ее помог выпускник этой школы 1980 года, офицер запаса Анатолий Панков. Было 65-летие Победы. И к этому была создана большая галерея ветеранов войны на бульваре Победы. То есть мы впервые их сфотографировали. Там более 70 портретов было создано. Лучшие из этих портретов с нашей точки зрения мы доработали, сделали из них портреты, чтобы это была передвижная выставка. К 70-летию Победы здесь откроют аллею славы ветеранов Советского округа, которые живут рядом со школой. Для новой выставки ученики уже начали готовить портреты. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна-7. Делом о перестрелке перевозчиков сейчас занимается городская полиция. Напомню, неделю назад на разворотной площадке ДСК-2 омские газелисты устроили драку. Один из участников Потасовский оказался вооружен пистолетом. Выстрелы были, к счастью, в воздух. Меж тем, пострадавшие в драке бизнесмены до сих пор приходят себя. В больнице с переломом ноги находится Гамлета Копян. Сотрудники УВД возбудили уголовное дело. По неподтвержденной информации, подозреваемые в нанесении побоев уже задержаны. В случае, если вина будет доказана, предполагаемые преступники могут лишиться свободы на срок до трех лет. По данному факту отделом дознания отдела полиции номер 2 УВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 112 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия по восстановлению всех лиц, при частных произошедшему, а также к дальнейшим следственным действиям. К другим темам. Русское географическое сообщество и кафедра географии Омского педагогического университета провели контрольную по географию для всех желающих. Акция прошла в минувшее воскресенье. Кому география нужна, кто ее любит и сколько человек решили проверить знания? Ответы в нашем материале. Проверить свои знания по географии отважились 272 человека. Среди них их герои нашего сюжета, студентки пятого курса. Девушки не торопятся, уверены в своих знаниях, подходят за 10 минут до начала. Готовы? Да, конечно, мы готовились. Ну все, девушки, ни пуха, ни пера. К черту. К черту, спасибо. Удачи. Географии все возрасты покорны, судя по тем, кто сидит в лекционном зале. И школьники, и студенты, и люди средних лет, и даже пенсионного возраста. Наши героини еще немного и дипломированные географы. Тем не менее, освежить знания девушкой решили заблаговременно. Библиотека педагогического университета будто сказочное место. Здесь, среди цветных атласов, энциклопедий и путеводителей, Алиса Мудрая и Жанар Бекмагомбетова. Подруги обе страстные любительницы путешествий. Пока удалось объездить с практикой всю Омскую область и часть необъятной России. В планах на будущее у Алисы Мудрой путешествия в Италию. Планы на воскресенье контрольные по географии. Там, наверное, не будет сложных вопросов, так как она для всех, начиная с 12 лет. Поэтому просто чисто проверить свои знания, как я могу это сделать. Куда впадает Волга или на каком материке расположена Омская область? Вопросы, которые мы на ходу задали девушкам, вызвали даже смех. В Каспийское море и Евразия. За знания спасибо географии. Сейчас у меня есть знания о многих странах. И поэтому география – это очень мой любимый примет. Можно попробовать себя, посмотреть, где пробелы, может быть, в знаниях есть. Что-то познать, потому что наша кафедра географии, она очень готовилась к этой контрольной. И упор был сделан все-таки на регионоведении, на регион, на Сибирь, что тоже важно для нас, как для сибиряков. Сотовые на входе не забирали, шпаргалки не проверяли. Контрольное дело добровольное и, судя по глазам участников, интересное. Вопросы подобрали на самые разные темы. От знаний на расположение тех или иных объектов на карте, до расстановки ударения в сложных географических названиях. Итоги контрольной подвели уже сегодня. Справились 22 человека. Победила учитель географии из 64-го лицея. Денис Иона с Артем Колесников, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Зеленые легкие появятся на улице Красный Путь. Голубые ели, сосны, березы, канадские клены, яблони, дубы будут защищать дома, расположенные близко к проезжей части. Причем делать это будут круглый год, а не только в теплые месяцы. Агрономы удачно составили пропорции между хвойными и лиственными деревьями и кустарниками. Об этих планах жители городка Водников узнали на встрече с представителями городской администрации и главным агрономом Омска. У людей было много вопросов после того, как они узнали, что запланирована вырубка. Она необходима, убедили на встрече жителей. Большая часть насаждений – старые и больные деревья. Добавлю, что озеленять Красный Путь будут по современным технологиям. Куда уж без них. Кстати, накануне один из мобильных операторов «Большой Тройки» презентовал брендированный смартфон. Тенденции во главе – это 5,5-дюймовый фаблет. Новинка уже побывала в наших руках. Рубрика «Айгаджеты» далее. Привет, это «Айгаджеты», спонсор рубрики ОАО «Мегафон». Производители очень медленно, но достаточно уверенно доказывали и показывали нам преимущества устройств два в одном. Я сейчас говорю о смартфонах с диагональю дисплея не менее 5 дюймов. То, что принято называть планшетофонами, лопатами. Что уж говорить, это очень удобно. Сегодня в нашей рубрике «Большая премьера» – фаблет, логин плюс. Телефон, он же планшет. Так позиционирует свое устройство компания. Диагональ дисплея 5,5-дюймов, матрица IPS, а это точно честная цветопередача и хорошие углы обзора. Разрешение среднее – 960 на 540 точек, но большее количество пикселей на дюйм непременно привело бы к увеличению стоимости устройства. Раз уж одно устройство по своей сути должно заменить два, то об экономии на железе говорить не приходится. Логин плюс оборудован четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 4, есть поддержка карт памяти объемом до 32 ГБ. Беспроводными интерфейсами смартфон не обделен. Операционная система – стабильный Android четвертой версии с индексом 4.4. Спасибо производителю за то, что оставил его в первозданном виде, то есть без лишних оболочек. А в качестве бонуса – пакет нужных приложений от оператора. Среди них и обновленная смотри плюс. Теперь есть возможность выбрать камеру, чтобы не пропустить ни одного важного события матча. Основная камера в Логин плюс на 5 Мп с автофокусом. Есть и фронтальная, она на 0,3 Мп. Что в итоге? Достаточно большой дисплей, чтобы удобно смотреть видео и читать. Но в то же время достаточно компактные размеры, чтобы было и в руке удобно держать, и в карманах одежды устройство не ощущать. Об условиях продажи фаблета Логин плюс можно узнать непосредственно в офисе. Я лишь могу констатировать, что устройство получилось крепким по всем параметрам. На сегодня это все. Не забывайте, что рубрику «Ай-гаджеты» вы также можете посмотреть на нашем сайте и в группе ВКонтакте. До встречи! К другим темам. В драматическом театре премьера спектакль «На чемоданах» по пьесе израильского классика Хана Халевина. Поставил его режиссер из Санкт-Петербурга Александр Баргман. Как он рассказал нам в интервью, поработать с материалом этого драматурга-иностранца он мечтал 15 лет. И осуществить задуманное решил именно сомским коллективом, который, как он говорил, уже полюбил. Современное прочтение «Израильский колорит». На премьере побывали Светлана Урванцева и Александр Филиппов. «Спектакль на чемоданах» — это траги фарса в современных людях и их проблемах, которые не зависят ни от национальности, ни от поколения. Телефон. У меня нету, он в гримерке. Отключите. А, отключите, пожалуйста, мобильный телефон. Спасибо, извините. Всем! Всем! Громко. Да, сам почувствовал, что громко. «Чемодан» — именно он главный атрибут спектакля, который играет далеко не самую последнюю роль. На протяжении постановки он оказывается в руках практически у всех героев. И у престарелой Бабе с сыном и невесткой, и у скромного Эльханара, и у несчастного Горбуна Авнера. Все эти персонажи так похожи на людей, живущих рядом с нами в реальной жизни. Одни вынуждены, другие просто мечтают уехать куда угодно, хоть в другую страну, только чтобы убежать от своих проблем. Для меня это больше, чем исследование пьесы, потому что для меня Израиль — это страна, где живет моя мама, мой папа, моя сестра, мои племянники. Это та страна, куда я часто езжу, ее очень люблю и уважаю. Это первое. Второе, что в этой пьесе, она больше, чем израильская эта пьеса, потому что для меня в ней есть продолжение моих каких-то внутренних бесед с Чеховым. Оба за 150. Как оценивает сам режиссер, пьеса яркая, беспощадная, хлесткая в содержании, не стесняющаяся в выражениях. Только так сейчас можно воздействовать на зрителей, повидавших уже многое. На поклоне артистов хлопают стоя. Равнодушных от увиденного не осталось. Но объяснить, что же именно их так поразило, театралы не могут. В своих комментариях они очень вкратки. Спектакль необычный, действительно. Ну, просто задушный. Спектакль замечательный. Мне очень понравился. И здесь пишут, что комедия, но для меня это не комедия, это скорее слезы вызывает. Спектакль на чемоданах – это смех сквозь слезы. То, чего и хотел добиться режиссер. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна-7. Травматический синдром продолжает негативно влиять на результаты «Авангарда». Пятерка игроков. Из них трое легионеров по-прежнему в лазарете. В матче с «Северсталью» Райма Суманину в очередной раз пришлось перекраивать состав. Ни к чему хорошему это не привело. Наши хоккеисты с трудом вкатывались в игру. Бледно выглядели в стартовой 20-ти минутке. Всего два попадания в створ против 13 бросков «Северстали». Единственный взрыв эмоций – классный силовой прием в исполнении защитника «Авангарда» Вадима Хамидского, проводившего свой 800-й матч в российском чемпионате. По игре «Сталевары» реализовали свой перевес, правда, за счет нелогичного гола Анатолия Никонцева. В середине второго периода гости развили успех и забили заслуженный гол, выиграв борьбу у ворот «Авангарда». Но к этому моменту у наших хоккеистов наладилось командное взаимодействие. Когда в третьем периоде ястребы разбежались, у ворот «Северстали» стало жарко, а мячи начали погоню. Она оказалась успешной. На 48-й минуте Александр Попов реализовал численное преимущество, а на 54-й защитник Евгений Кулик успешно подключился в атаку. В основное время ничья 2-2. Все, сегодня было 2-0, мне в нашу пользу, там осталось 10 минут, поэтому тренер нам сказал, что надо где-то пойти на риск, и поэтому подключались все в атаку. Овертайм продлился всего 19 секунд. Хоккеисты «Северстали» провели быструю атаку. Дмитрий Когарлицкий точным броском сходу поставил точку в матче. «Авангард» уступил 2-3. «Странная получилась игра. Мы действовали как надо только в третьем периоде. Иногда трудно доводить свои усилия до предела. В перерыве я сказал ребятам, что не надо вешать нос, нужно выкладываться и идти вперед». «Во вторник естревы принимают питерский СКА. Сумманин пообещал усиление». «Летом мы пошли на риск, взяв только одного опытного вратаря. Денис Костин молод, и сейчас на него легла огромная нагрузка. В следующем матче мы рассчитываем на Константина Барулина. Даже есть вероятность, что доктора вернут в строй Чадо Каларика. Восстановится звено Пережогин-Попов-Каларик». Владимир Стомин, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Укрепление составу «Авангарда» необходимо еще и потому, что несколько игроков вызваны национальные сборные на чешский этап Евротура. Матчи пройдут с 5 по 7 февраля. За российскую команду сыграют Александр Попов, Иван Фищенко и Никита Певцакин. Для 19-летнего Фищенко это будет дебют в главной национальной команде. За сборную Чехии выступит и Владимир Саботко. И на сегодня это все новости. Звоните к нам в редакцию и предлагайте свои темы. Телефон вы видите на экране. Работает автоответчик. До встречи. В мебельном центре «Континент» 7 и 8 февраля скидки на кухни и обеденные зоны. «Континент» ближе, цены ниже. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Покупайте «Алмак» в аптеках «Линия жизни», «Дельта» для вас и «Древо жизни». Действуют заводские цены с гибким льготным категориям. Продажа однокомнатных квартир-студий площадью от 28 квадратных метров в строящемся доме по улице Малиновского. Цена от 900 тысяч рублей. Ипотека. Телефон 910-358. 22 февраля в 14 часов на площади у «Континента» «Широкая Масленица». Приходите, подарки, сюрпризы, веселье для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова